Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Шаббат шалом, драгоценная община. Шаббат шалом, гости общины, все, кто присоединился к нам онлайн по всему лицу земли. Община Орхамашех или еврейско-мессианская община Орхамашех, что означает Свет Мессии. Из Одессы, с улицы Большой Арнаутской. Она приветствует всех, желающих познать имя Господа вместе с нами. Сейчас время комментария Торы. Давайте поднимемся и помолимся Господу. Благоценный Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас среди народов и даровавший нам свою Тору. Благоценный Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь. Сегодня у нас глава Торы Рье. Смотри. Это Дворим или Второзаконие, 11 глава, 26 стих. И 16 глава, до 16 главы, 1 стих. О благословении и проклятии за исполнение и неисполнение народом Божьих заповедей здесь говорится. О возведении храма только в том месте, которое укажет Бог. О предании и смерти лжепророков, которые будут совращать народ. Поклоняться не Богу, а лжебогам. А десятень, о помощи бедням и годе шмиты, когда прощаются все долги. И завершается глава, перечислением законным трех праздников паломничества. Песох, Шавот и Суккот, когда каждый должен предстать пред Господом во святом храме. Мне всегда нравится рассматривать главы в контексте, потому что все оно всегда происходит в контексте. А контекст именно этой главы, он следующий. Израиль готовится войти в землю обетованную. Остались считанные недели, дни, которые уже можно пересчитать. И лидер нации, поставленный Богом, Моше, он знает, что он уйдет к Господу скоро. И он наставляет свой народ о том, как ему вести себя в земле обетованной. Что нужно сделать для того, чтобы иметь успех, исполнить волю Божью. И в предыдущих двух главах из книги «Дворим» мы рассматривали... То есть это три речи, или несколько речей Моше перед народом, фактически. И в предыдущих главах мы рассматривали вступление, где Моше говорил о том, что приводило к победам и поражениям в жизни евреев. Потом он говорил об общих таких вопросах их жизни. Ну, прежде всего, главное – это близость Израиля к Богу и исполнение его заповедей. То есть основное послание предыдущей главы – это сила Израиля, она в близости с Богом и верности ему. Вот это было... он много говорил с разных сторон, подходил к этому, но это было главное. А теперь он начинает говорить некие практические вещи. Он сделал вступление, исторический экскурс, а теперь говорит «Теперь я что-то буду говорить вам очень важное, которое приведет вас к чему-то тоже очень важному». Вот смотрите, как начинается у нас эта глава. Это Второзаконие, 11 глава, 26-28. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». То есть он говорит «То, что я буду вам говорить, если вы будете это исполнять, оно приведет к благословению или к проклятию». «Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, который заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Бога вашего и клонитесь от пути, которую заповедую вам сегодня и пойдете вслед иных богов». И теперь начинается, да, то есть начинаются перечисляться некоторые практические вещи, которые народ должен обязательно сделать в той земле, которую Бог дал им для жительства. Ну, сначала надо было ее завоевать. Вот он говорит, дальше мы смотрим, Второзаконие, 12 глава, начало. «Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнить в земле, которые Господь Бог Отцов твоих дает тебе во владение во все дни, когда вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких городах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы, и сожгите огнем рощи, и разбейте стуканы, и истребите имя даже их с этих мест, чтобы вообще ничего не осталось». О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что если народ хочет быть свободным в своей земле, если он хочет иметь благословение, первое, что он должен сделать, это истребить даже имя иных богов, которым люди поклонялись на этой земле. Вы знаете, я как-то, я тоже комментировал несколько лет назад Туру, именно это место, я говорил о том, я просто повторю, чтобы мы понимали, почему, например, вот вопросы декоммунизации, это правильные вопросы в Украине. У нас в Украине, в отличие от некоторых других стран, понимаете, мы провели вот это вот искоренение имен богов коммунизма и социализма с нашей земли, потому что это приносило проклятие в нашу землю, миллионы, десятки миллионов людей погибли и физически, и духовно за то, что этим богам поклонялись. А это была религия. Как бывший служитель культа этого, я вам хочу сказать, я знаю, о чем я говорю. Это была религия, она была религия со своими богами, со своими священными книгами, ну, боги, коммунизм, социализм. Книги, это тома, значит, Маркса, Энгельса, Ленина. Это были священные рощи имени коммунизма, там, ну, парки назывались они, да, там и так далее, какого-нибудь съезда и так далее. И это были истуканы Ленина, Маркса, Дзержинского, там, Кассиора, кого хотите. Много было истуканов по всему лицезму, слава богу, за Верховную Раду, за наше правительство, которое не побоялось, вот, приняло решение и исполнили. И теперь даже имени, ну, законом запрещено проповедовать эти имена. Слава Господу. Как показывает историческая практика, падшая природа человека склонна к сотворению кумира. Ну, сейчас устроен, устроен так. Любит поклоняться им, поэтому надо это было все убрать. Но это не все, это только преамбулы, да. Вот, еще что должны были сделать. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, ну, имеется в виду то, что предыдущие народы делали. Но к месту, которое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы прибивать Его имени, Его там обращайтесь и туда приходите. Здесь уже о другом имени говорится, да. Я вам укажу место, там, где будет прибывать Мое имя, туда приходите и приносите туда всесожжение, жертвы, десятины и так далее, да. И там поклоняйтесь. И там сказано, в какое время, ну, в этой же главе сказано, в какое время, там, в какие дни должны всем народам собираться и поклоняться и утверждать теперь имя Божье. Потому что каждый, приходящий на это место, он должен знать, что здесь этим местом наречено имя Божье. Элухим, Савваов, Эль-Шаддай, Яхве. У него много имен, каждый из которых отражает ту или иную сущностную сторону нашего Господа. Вопрос, так ли важно утверждать имя Божье? Ну, мы видим, что ничего важнее нет. Первое, ну, первое, что должны были сделать, искоренить чужие имена, чужих богов, чуждых богов и утвердить имя Господа. К чему может привести, как бы, если идти другим путем? Мы это видим на примере Золотого Тельца. Да, когда народ, оставшись временно без руководства, первым делом, соорудил себе бога, назвал его именем Яхве. И говорит, вот бог, Золотой Телец, да, вот смотри, какие у него врага там, все такое. Вот он вывел тебя из Израиля. То же самое фактически сделали самаряне. Когда они отделились от Израиля, первое, что они сделали, они сделали двух золотых тельцов. И, соответственно, тоже сказали, и Орвам, первый царь, который сделал такое решение, говорит, это вот боги, которые вывели вас, Егита, ему приходите и поклоняйтесь так, как мы хотим. Мы сами утвердим. Да, кстати, и другим богам тоже можете поклоняться. Они же поклонялись не только Яхве, они же другим богам тоже поклонялись. Им это очень нравилось, понимаете, что у них вот такой именно бог. Проблема здесь вот в чем, что именем бога называли идолов, которые богами не являются. Именем его называли этого идола, который богом не является. Вот разъясняю. Израильтяне сотворились из золотого тельца, назвали именем бога и сказали, этот бог позволяет нам грешить. Да, он зовется вот так вот, да, вот Яхве, и он позволяет нам грешить, и они грешили. То же самое самаряне. Скажем, мы сотворим себе бога, значит, и этот бог тоже позволяет нам делать все то, что он запретил. Мы же говорим, что должны были в то место приходить. Нет, нет, а мы вот приняли такое решение, он нам позволяет. И другим богам он на это глаза закрывает. Искажение божьего имени – это проблема не только ветхозаветных верующих. Первое послание Иоанна, оно по сути рассматривает тот же самый вопрос. Прошло всего несколько десятилетий после того, как Ешо пошел к отцу. Вот церковь так успокоилась немножко, ажиотаж с пришествием вторым немножечко так поутек. Как бы появились люди, которые говорят, а наш бог, они назвали тоже его Ешо, он, первое, позволяет делить людей на духовных и недуховных. Вот те, кто недуховные, они вообще ничего не понимают. Ну, то есть, понимаете, разделение среди братьев и сестер. Мы духовные, мы понимаем. Почему? У нас есть особое знание, и мы особо приближены к Богу. Ешо, он не мессия, он эманация, что-то такое, излучение какое-то там последнее от Бога и так далее. И они говорили, тело, оно грешное, и поэтому с ним можно делать все, что хочешь. Вот дух, самое главное, чтобы дух был святой, да? А тело – все, что хочешь. И они грешили напропалую. Они говорили, познаем глубины ада. Ну вот, и они тоже были в церкви, они поклонялись. И поэтому апостол Иоанн, развечивая их ущербное богословие, утверждая истину, завершив свое послание следующими словами. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном свете, добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь». Понимаете? То есть, та же самая тема. Имя истинного Бога, да? И храните себя от идолов. Он говорит, они идолы совершили. Дети, а вы храните себя от идолов. Вы по-другому познавайте имя Бога. Еще и еще раз. Ну почему так важно утверждать истинное имя Бога в нашей жизни? Давайте на примере. Например, христианин нашел себе или создал себе Бога в виде золотого тельца. Назвал его, просит меня Господь, Ешо. И проповедует о нем, рассказывая, что его Бог только и думает об его успехе в делах, бизнесе, семье, служении, чтобы у него было больше домов, машин, потолщий кошелек, из которого будет выделяться больше десятина. Ну, святое же дело. Значит, и когда ему говорят, ну смотри, ну вообще-то Писание не об этом говорит. Писание говорит о том, что мы должны искать Бога. Вы помните деяние 17.26. Он создал нас, чтобы мы искали Его, чтобы мы познавали Его имя, чтобы мы, смотря на Него, преобразляли Его образ и делали дела, которые прославляют нашего Отца Небесного. Он говорит, не-не-не, ребята, вы не понимаете. Все, задумка по-другому. Вот смотрите, благословение снизу, благословение сверху, я посредине и толстый-толстый слой шоколада. Вот. Да нет, мы же должны смотреть на крест, там все по-другому. Да нет, вы не понимаете. Вот смотрите, какие у него золотые рога, какие у него глаза. Это вы говорите, как меч обоеводоводства. Они похожи на серебряные доллары. Понимаете, друзья, я преувеличиваю или нет? Есть такие? Есть, друзья, до сих пор. Слава Богу, стало меньше таких учений, но тем не менее. Вот достаточно верить, что богатства неправедных перейдут в руки правные, утверждать, и все придет. И куда такой человек идет? Он идет в никуда. Вот почему первым делом надо было познать, в какого бога мы верим. Не просто даже его имя, а что стоит за этим именем, друзья. Поэтому бог, он крайне хочет, чтобы мы искали его, его лица, потому что это имя, это его суть, она была утрачена в Эдеме. Мы созданы теперь искать его, познавать его имя, что стоит за этим. И поэтому, не знаю, один из моих любимых героев, Закхей, вы помните, когда Ешоа входил, шел свой уже последний путь, вошел в Ерихон, его встречала толпа. И среди них был один налоговый инспектор. Главный налоговый инспектор Ерихона, это, кстати, если кто-то смотрит из налоговиков, у вас тоже есть спасение. Хорошая весть. Значит, вот он, он маленький, бегает, бегает, и он хочет, да, и в конце концов, там написано, он хотел познать, кто он. Не просто какой он, как он выглядит, сколько у него учеников, как он заходит, да. Он хотел познать, кто он, почему за ним люди идут, в конце концов, кто он такой. И Ешоа остановился, увидел его, он сидел там на Смоковнице, там десятки, сотни людей, увидел его среди них. Говорит, Закхей, я ныне буду у тебя, буду вечерять у тебя. Понимаете, что значит, когда мы по-настоящему ищем не его руки, да, а кто он, какой он, да, что стоит за этим именем. И поэтому Рав Шауль, ну тогда он был фарисеем, да, когда он встретился с Ешоа, вот, первым делом, и когда с ним произошла вот эта встреча, этот энкаутер, да, и он спрашивает, какой вопрос он задает. Кто ты, Господи? Говорит, я Ешоа. Друзья, и давайте мы воздадим славу Господу Ешоа, который меняет наши жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...